Об очень важной и серьезной проблеме, которая надвигается на нашу прекрасную Москву. К сожалению, наша городская власть была в полнейший неадекват. Они согласовали строительство на Микининской пойме, это отсюда примерно в пяти километрах, где идет водозабор для Рублевской фильтровальной станции, а также для станции западной водоподготовки. Чем нам это грозит? Это грозит ровно тем, что из 60% крана в городе Москве потечет, мягко говоря, не очень хорошая вода. А также вот эти участки будут поставлены на грани экологической катастрофы. К сожалению, под это подсовывается изменение постановления, которые хотят внести в водоохранный, вводный кодекс Российской Федерации, который, в принципе, еще был утвержден в 41-м году постановлением Совнаркома. Тогда были определены водоохранные пояса. К сожалению, у меня небольшая здесь картинка. Вот все, что желтое, это второй пояс водоохраны. Строить здесь категорически запрещено. Однако наша власть, к сожалению, согласовала это строительство, поставив нас, граждан, совершенно самым беспордомным образом под угрозу того, что из наших кранов потечет, откровенно говоря, яд. Поэтому сейчас мы должны, особенно завтра на общегородском митинге, жестко и бескомпромиссно поставить перед нашим руководством города вопрос, в чьих интересах они работают. В интересах города или в интересах кучки застройщиков, а выше по течению находятся участки ряда топ-менеджеров крупнейших корпораций в России, таких как Сбербанка, например, ну, понимаете, о ком я говорю. Этим ребятам надо тупо вывезти эту землю, чтобы ее застроить. Исходя из жажды личной наживы, они решили под себя перекроить все законы. И мы должны жестко поставить вопрос перед правительством Российской Федерации, что такое мы терпеть не будем. Потому что реальность такова, что если мы это не остановим сейчас, то вся Москва, ну, представляете, 60% будет поставлена на грани экологической катастрофы. А теперь я предоставляю слово Сергею Митрохину. Сергей, он... Большое ему спасибо за то, что он, когда у нас началось здесь вот это строительство, первым откликнулся и был в наших рядах, мы вместе с ним оказались... Вот. Сергей Митрохин, прошу. Добрый день, дорогие друзья. Ну, я в Курсово ВВД оказывался не один раз. Вот. Наверное, уже пальцев не хватит мне на обеих руках перечислить, сколько раз это было. И вообще, меня нигде столько не задерживали по Москве в целом. Даже, наверное, на Тверской, где господин. Точно так же надеюсь, что удастся этот штраф собрать, потому что это не просто вот я тут в Харканской солидарности. Это наш ответ вот этой репрессивной машине, которая всех нас хочет... Под нас сегодня удалось собрать митинг. Это очень важно. Надо по максимуму использовать то, что мы здесь с вами сегодня собрались. А помните, вот был митинг, по-моему, ну, последний перед этим, или предпоследний, предпоследний, осенью прошлого года. И приехал к нам на этот митинг сам префект. Вот. Олег... Алексей Олегович, извиняюсь. Алексей Олегович Александров. И очень так хорошо выступил, так очень даже энергично. Вот. И что сказал он, что мы все отсюда прогоним всех, этот пик. В гробу мы его видали, так сказать, в белых тапочках. Я так условно передаю смысл его выступления. И потом он такой не менее мощно выступил на совещании, которое вот провел в префектуре. И создал какую-то рабочую группу, и все, мы все надеялись, что, да, вот, ну, власть же все-таки, да, ну, что-то она, значит, решит проблему, раз обещала. Иначе какая же она власть? Ну, и что мы увидели потом? Да ничего мы не увидели. Все было спущено на тормозах. Весь этот пафос, все это, весь этот популизм, который нам продемонстрировал господин Александров. Куда все это делось? А ушло свисток все. Он обещал, что да, ну, примерно, ну, еще, я уж личные разговоры передаю. Ну, мы минимум оставим от этой территории, там, примерно, небольшой клочок, пику оставим. А все остальное, большую часть сквера, конечно, мы вернем. Конечно, все. Это так и будет, все. Ну, хорошо, и что в результате? Потом говорят, ну, вот, уже начали строить, забивать свои. Мы спрашиваем у заместителей. Он неожиданно перестал отвечать мне на звонки. Вдруг раз, оборвало все. Вот, это было в тот момент, когда, кстати, на Ивана Франко начали ставить забор. Вот тогда он отключился от связи полностью. А зампрефекты что говорили? Не, ну, ничего. А вы так вот и договаривались, что вот тут эта полосочка, вот эта вот, и полосочка все луже, луже. Вот эта придомовая ваша территория. Ну, вот она такая и останется. А тут мы же ведь дорогу перенесем. Мы же такой подарок сделаем жителям улицы Академика Павла, что они просто счастливы будут всю жизнь нас благодарить. Но вот этой болтовнёй бы, конечно же, прикрывалась полная импотенция префектуры западного административного округа. Полный бессилия, полный позор. Давайте вместе это скажем. Позор префектуре! Позор префектуре! Позор префектуре! Позор префектуре! И вы знаете, самое интересное, какая организация окончательно пригвоздила префектуру к столбу позора. Это была группировка ПИК. На последнем совещании, где мы были, вот там были эти мальчики бессмысленные, замы какие-то. Они даже не знали, что сформулировать. Я им на ухо подсказываю. Требуйте то-то, то-то, то-то от ПИКа. Они требуют то-то, то-то, то-то от ПИКа. А ПИК сидит вот так, у них сворит, там такая дама. Вот, не помню, как ее зовут. И говорят, а мы ничего делать не будем. А пошли вы, и все. И на этом все закончилось. То есть ПИК показал, кто здесь власть. Что нет здесь никакой нормальной, реальной власти, которая даже не в интересах граждан печется, но в каком-то балансе интересов граждан и коммерческих структур, чтобы как-то вот поравновешивать их. Даже этого рядом не лежало. Эта организация полностью бессильная, бессмысленная. Эта самая префектура, так же, как и мэрия тоже. Вот. И в конечном счете мы должны все с вами окончательно сделать этот вывод, что все они вместе, и ПИКи эти, и строительные монополии, и префектуры, и управы, и мэрия, да и выше, тут у ПИКа же крыша гораздо выше, чем у мэрии. Все они вместе давно слились вот в эту самую строительную мафию, которая сегодня осваивает коммерческий наш город, и в процессе данного освоения его уничтожает. И мы с вами все должны делать вывод. Что нам делать? Вот не случайно тут вот репертуаре музыкальном, который звучал в начале митинга, это песня «Идет война народная». Да, у нас сегодня идет народная война, война с этой мафией, с этими захватчиками, с этими рейдерами, с этими бандитами. Вот. Их цель – высадить нас с вами из нашего города и заселить его теми, кто, у кого будут соответствующие денежные мешки, чтобы они с ними поселились. Скоординировать эту деятельность и сделать все наоборот. Взять и вышвырнуть эту мафию. И из Кунцева, и из западного административного округа, и из Москвы, и из нашей страны, и с нашей планеты к чертовой матери запустить ее в космос. Спасибо. Спасибо большое. Сергей – настоящий друг Кунцева. И всегда в первых рядах защищает его. Слово предоставляется другому нашему хорошему другу Дмитрию Легошину из Крылатского. Прошу вас, Дмитрий. Добрый день, уважаемые жители. Я сегодня приехал вас поддержать, потому что уважаю вас за то, как вы ведете борьбу и не сдаетесь, несмотря на то, что мы видим сейчас перед глазами. То есть показываете характер, по сути. Вы знаете, недавно я вот читал интервью Познера, который охарактеризовал градостроительную деятельность в правительстве Москвы как «москвичей словно нет». Вот представьте себе, люди, которые находятся здесь, протестуют где-то в других районах, когда их права не учтены. Их никто просто не слышит, как будто их нет. Пустое место, тишина. А когда мы видим интервью, которое дают руководители градостроительного комплекса, то там мы читаем, что документы у них все в порядке. Там нет разговоров о жителе, о горожанах, о людям. Разговор идет о документах. Возможно, документы у них, может быть, и в порядке. Хотя, как можно назвать в порядке, когда вот эту придомовую территорию просто сосисифицируют или изъем? Но люди у нас не в порядке после их решений. Когда у нас Нина Михайловна, которая вот сейчас слегла, ее здесь нет, стоит у администрации президента с пикетом, пенсионерка, заслуженный человек, и к ней никто не выходит, кроме как дежурный постовой, чтобы у нее проверить документы. Когда у нас сейчас жительницы после 8 марта на улице Ершова стоят в траншеи и пытаются своими телами остановить стройку, незаконную стройку, и к ним приходят сотрудники полиции, которые не просто не пресекают этих неправомерных действий, незаконной стройкой имею в виду, они сопровождают эту стройку и прикрывают ее, что вообще недопустимо. То же самое мы видели и в Кунцево. Это происходило тоже и здесь в том числе. Вы знаете, я вырос здесь, мы вот детьми, так сказать, школьниками играли в этих дворах. Я помню, какой была эта Москва. Мы ходили в кинотеатр Брест, смотрели наши первые фильмы. Это очень комфортный район. Он зеленый, экологический, комфортный. Но основной задачей городостроительных деятелей, чиновников в этой сфере, какая является задачей? Это сделать комфортную городскую среду. Но оглянитесь вокруг. Вот разве эта среда сейчас для нас, она комфортна для тех жителей, которые живут в этих домах? Конечно же нет. Это полное безобразие. Это несправедливость. Поэтому я здесь прежде всего. Еще я хочу сказать, что в ближайшее время мы сейчас пытаемся внести механизм. Вот недавно президент выступал со своими майскими указами. И там он сказал о том, что нужно разработать механизмы для участия жителей в городостроительной деятельности, чтобы они могли принимать решения и так далее. Вот мы разработали такой механизм. И в ближайшее время мы попытаемся его предложить. В том числе он касается публичных слушаний. Мы попытаемся это сделать. Мы сами, жители, предложим в который раз уже механизм. Вот если его не примут, это будет означать, что никто не выполняет ни майские указы, и жители никто слушать не собирается. Вот. Кроме того, я хотел бы еще сказать о том, что в ближайшее время, она вот сейчас у меня уже вышла книга, она будет называться «Учебник активиста». В ней сформулированы и систематизированы инструменты борьбы, стратегии борьбы. Вот чем людям пользоваться, обычным, пенсионерам, депутатам, неважно, когда они попадают в такую ситуацию. Потому что люди оказываются в полной беспомощной ситуации, когда они сталкиваются вот с такими вещами. Вот сегодня те, кто стоят в этом дворе, они понимают, с чем мы сталкиваемся. А те, кто в соседнем дворе, там, они еще не знают. И когда они столкнутся с этим, вот сейчас они сюда не пришли, а надо было бы, да, когда они столкнутся, они оказываются в беспомощной ситуации. Вот в ближайшее время эта книга тоже в том числе, она появится в магазинах Москвы книжных, и у всех, у кого есть проблемы, я рекомендую вам ее тоже прочитать. Вот, что касается ситуации с Академиком Павловым, вот с этим вот сквером изъятым, я считаю, что мы должны не сдаваться, должны проявить характер, и должны все-таки отработать ряд направлений, которые, я считаю, перспективными в восстановлении именно правозаконности по поводу изъятия этого участка. Я надеюсь, что мы с жителями встретимся еще, обсудим это в том числе все вместе. Вот, и все, что я могу, я как бы тоже готов вас поддержать и помочь. Спасибо и победы, все равно победы не сдавайте. Спасибо. Огромное спасибо, Дмитрий. Сегодня у нас очень интересный гость, который приехал нас поддержать специально. Слово предоставляется протеерею, отцу Севолду Чаприну, прошу вас. Прошу вас, отчет. Благодарю. Элитное жулье. Вот кто наступает на Москву, вот на эти прекрасные советские районы, которые тогда воспринимались как оазисы, как места, где люди могли спокойно жить, работать и отдыхать. Вот сейчас рядом строится такое безобразие. Как и во многих местах строятся кварталы, микрорайоны, не приспособленные для жизни. Не будет счастья тем, кто здесь будет жить или работать, потому что в такой, в такой вот скученной среде, в таком муравейнике люди не могут ни детей рожать в достаточном количестве, ни чувствовать себя нормально, потому что это неприспособленное для человеческой жизни пространство. И, конечно, очень больно видеть, как вот буквально рядом с этими домами, буквально в окна строится здесь это элитное жулье. Деньги у нас в стране почему стали важнее людей? Интересы каких-то мало кому известных, никем не избранных элит стали важнее интересов простых людей. Вот об этом нужно сегодня говорить очень и очень прямо. Элиты должны смелиться и в Москве, и в стране. Да, есть много прекрасных людей и среди чиновников, и среди иных власть имущих. Но мы видим, что делается. Мы видим, как вот это элитное жулье попирает и юность, и старость, и спокойствие, и душевный мир тех людей, которые живут здесь. Может быть, так давно, что все эти элитные жулики еще не родились. очень хорошо, что общество самоорганизуется. Кто-то нас пугает с желтыми жилетами, какими-то революциями. Вот здесь я не вижу ни одного лица человека, который был бы врагом России, который бы действовал там в интересах каких-то западных кукловодов или разрушительных сил. Люди отстаивают то, что им дорого. И нужно, чтобы власть с этими людьми вела ответственный системный диалог. Не должно быть вот таких строек без того, чтобы была выслужена позиция людей. Я знаю, что страшно бороться с такими застройщиками. Кто-то, к сожалению, борется со строительством храмов, которые занимают очень небольшие площади, будем честны. А вот с такими людьми борются только отважные граждане и отважные организации. И объединяются вместе правые и левые люди разных возрастов, разных поколений, разных взглядов. Если будем объединяться, если не будем бояться элитного жюлья, власть вынуждена будет нас услышать. Я в этом совершенно убежден. Города должны строиться по плану, а не по пожеланиям тех людей, у которых много денег и которые ногами открывают двери в разные кабинеты. Должно быть всего достаточно уже на уровне развития новых районов. И зеленых зон, и жилья, и дворов, и детских садов, и школ, и храмов, и поликлиник. Если деньги все решают временщики, значит неправильно все устроено в нашей стране сверху донизу. И никакого доверия не должно быть тем, кто допускает вот эту систему попрания интересов людей. Будем надеяться, что мирно, спокойно, но мы переломим эту ситуацию. И что город будет который могли бы сейчас вот просто приостановить бандитизм. Другого слова нет. У нас вот здесь присутствует охраняет неизвестно кого полиция. Мы обращаемся в следственные органы. Что мы только не сделали. Что прописано этой подлой властью для того, чтобы мы якобы повлияли на то, что должно измениться. и надо признать нас убедили. Мы как бы вот сейчас впечатляем результат действия. Мы живем лет 30 под иноверной, инославной, инородной властью, и предательской. Другого слова найти невозможно. Потому что я вот просто предпринимали со своим товарищем предпринимали все попытки. Пойдите туда, сходили, напишите сюда, написали, получите ответ, сходите в префектуру. Наш любезный префект бил себя в грудь здесь недавно, что вот этот сквер будет восстановлен. Все эти нечестивцы, которые покусились на наше имущество, которое мы приобрели, мы построили этот район, седьмой микрорайон, да и мы Москву построили. Не вот эта банда, которая сейчас возглавляет Москву или Россию, неважно кто, а мы это все сделали. И вдруг появляется неизвестно откуда один человек, который может просто сказать, ребята, это не ваше. Ну как же, мы вот люди, вот у нас документы, мы тут что-то, как-то, куда-то. Нет, ребята, вы теперь ничто. А нам надо построить вот это вот похабство. Мало того, предпринимали, ознакомиться, кстати говоря, что же это за элитное. Вы, наверное, видели, в интернете было размещено, что это чистое бракодельство сверху донизу. Это все должно быть разрушено и переделано. Но таких механизмов наш любезный Собянин не имеет, не владеет и не хочет этого делать. Собянину это надо только для того, чтобы вывести. Да и вообще, гражданин России, у меня большое вот сомнение. Был бы патриот, гражданин России, спонсировать вот это вот хамство, похабство и то, что просто доходит до грани геноцида. Видимо, у него намерения совершенно другие, друзья другие и задачи другие, и жизненные ценности совершенно в другом. А нам с вами, видимо, приходится либо вот так вот объединяться, либо просто мы должны дойти до края, где только вилы, да и оружие пролетариата. Другого нету, другого мы не видим, другого нам не дано. Ну, только удачи, Бог даст. Михаил Милович, наша старая гвардия, спасибо огромное. Когда у нас начались проблемы, одним из первых к нам пришел на помощь депутат МГД Зубрилин. Он также в первых рядах отстаивал от интереса нашего района. Прошу вас. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Мне приходится ездить по всей Москве. Таких случаев очень много. И везде мы видим хамство чиновников, неуважение к простому человеку, неуважение к жителям, к москвичам. Хотя мы все являемся добросовестными налогоплательщиками и оплачиваем добросовестные налоги, на которые те самые чиновники и сидят в своих теплых кабинетах. Здесь наверное есть из орг отдела представители префектуры наверняка есть представители районной управы. Вот поэтому они это все слышат и передают префекту. Но видимо или они искажают ваше выступление здесь, или префект все понимает, но уклоняется от нормальной работы, от нормального взаимодействия со своим населением. Обязанность каждого главы управы и префекта это работать с населением разъяснять если здесь какое-то нежелательное строительство нужно было заранее узнать общественное мнение. А получилось как? Они вам навязывают строительство уплотнительное коммерческое а оказывается народ и не знал об этом и вышел на улицу и сегодня протестуют. А стройка это уже идет деньги это уже вкладываются. Поэтому это недоработка органов власти в том числе и правительства в Москве. Потому что каждый префект он является министром правительства Москвы. И нужно не забывать еще, что каждый депутат Московской городской думы обладает статусом и его статус равняется статусу министра правительства Москвы. Значит ваш избранный вашим населением депутат Мосгордумы должен тоже быть со своими избирателями. У него одна задача депутат любого уровня представляет интересы не управы не префектуры не мэрии он представляет интересы своих избирателей. Вот избиратели значит депутат по вашему округу должен быть здесь объективно. И депутат любого уровня несет подотчетность и ответственность только перед своими избирателями. Не перед префектом, не перед главой управы, не перед правительством города Москвы. Поэтому я уже разговаривал здесь с вашими активистами. Оказывается уже несколько раз рабочую группу формировали на уровне округа. а вопрос не решен. Оказывается уже и подписи собирали с протестом передавали в префектуру а вопрос все равно не решен. Как это так? А где префект? Где органы госвласти, местного самоправления? Где конфликтная комиссия, которую надо заседать и рассматривать все вот эти проблемные вопросы для того, чтобы учитывать мнение населения? Поэтому недостатков очень и очень много. И я бы сказал, что наши чиновники зачастую получают зарплату незаработанную. Они получают не зарплату, а зря плату. Ничего не делают, а получают зарплату. Поэтому таких чиновников нужно отстранять от должности. А кто будет отстранять? Только мэр. А мэр тоже избран населением якобы. И тут мы вспоминаем с вами к чему приводят фальсификации на выборах. К чему приводят нажим на бюджетников, которые вынуждены приходят на выборы, фотографируют бюллетени, где они поставили галочку за кого-то. А потом отсылают работодателю. Что это такое? Что это за диктатура такая? У нас такого не было даже в период, так скажем, перестройки, когда мы якобы боролись против каких-то недостатков. А сейчас какие недостатки? То есть сегодня, сегодня власть вышла вообще из-под контроля. Мы с вами строили демократию, а построили тоталитаризм. Сегодня просто так собраться на митинг, прийти с жителю во двор, нужно соглава совать с органами власти. Да когда это такое было? Почему этот депутат должен чего-то там согласовывать? Он представитель народа. И народ это источник власти, а депутат только осуществляет от имени народа. А чиновники, они вообще наемные сотрудники. Мы их наняли на работу. Завтра мы можем с ними договор расторгнуть и прогнать в ЖЭК дворниками работать, если они не могут работать с людьми. Поэтому давайте будем думать, как в следующий раз. То, что мы раньше голосовали, это уже пройдено, время прошло, ничего не исправишь. Давайте на будущее ни одного голоса единой России. Это она захватила всю нашу страну. В законе о местном самоправлении и в избирательном кодексе города Москвы не указано, что одна партия должна сидеть в управах. А почему там главами управ не назначают члена КПРФ, члена ЛДПР, справедливые в России? Почему Едина России везде сидит и командует? У нас нет такого закона и нет такого условия, чтобы они захватили все руководящие посты. Правильно я говорю? Да! Вот давайте с вами строить нормальную демократию. Мы с вами за 30 лет после перестройки настрадались и потеряли имущество. И сегодня вопрос здесь стоит не просто о новостройке. У вас отнимают земельные имущественные права. Вы теряете землю при домовой территории и теряете возможность нормально здесь проживать. А кто-то на этом зарабатывает миллиарды. Поэтому давайте думать кого нам избирать и нужно разрушить монополию единой России. Мы не должны уйти от одного так скажем руководства от одной партии и к другой. Ради чего тогда мы страдали 30 лет передавать от одной партии к другой. Зачем? Лучше бы тогда было остаться в СССР при социализме. Там хотя бы было бесплатное образование, было бесплатное здравоохранение. Там уж если ты пришел в райком КПРФ, КПСС, обязательно негодяи снимали с работы и наказывали. И такого хамства никогда не было. И никакого межевания не было. То, что сейчас проводят межевания, это повторное межевание. Это отнимают у предновой территории земельные ресурсы. Поэтому нас обманывают на каждом шагу. И вот этот результат недобросовестного строительства нежелательного, это тоже результат обмана. Были общественные слушания? Были. Учли мнение населения? Нет. А почему? Вопрос задается. Поэтому давайте сделать так. Ваша борьба должна продолжиться в законных рамках. я беру на себя обязанность на следующем заседании Мосгордумы озвучить вашу проблему в очередной раз с трибуны Мосгордумы, чтобы она прозвучала на городском уровне. Ну и как это и положено депутату, я направлю во все возможные станции очередные протесты и с призывом, чтобы органы власти на местах района управа, глава муниципального округа, префект округа, мэр, как представитель главный представитель, главный администратор города Москвы, руководитель правительства Москвы, чтобы он в очередной раз занялся этим вопросом и принял все необходимые меры для того, чтобы максимально услышать жителей, вас, и учесть мнение при застройке района. На любом этапе может прийти к компромиссу. Если что-то сделано, давайте на этом остановимся, больше не будем проказничать, не будем нарушать права жителей. Не надо расширять эту стройку, которая не нужна здесь никому. Дальше по микрорайону. И жители, которые не хотят отсюда переезжать, у них есть право здесь остаться. А кто хочет переезжать, у нас есть и до реновации были законы, по которым Юрий Михайлович Лужков благополучно переселил жителей из ветхого жилья, из плохого жилья, из старого жилья. Поэтому законы все есть. Было бы желание и доброе воле со стороны чиновников. А чтобы они вспомнили о желании и о, так скажем, мнении жителей, для этого вы не проводите протестные мероприятия. Так давайте им напомним еще раз на уровне Мосгордумы и будем надеяться, что у них в очередной раз не возобладает угодливость перед застройщиком недобросовестным. И они должны вспомнить о людях. На первом месте у каждого чиновника должна быть одна задача. Это благополучие граждан, благополучие жителей Москвы. Спасибо. Ура, 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 ура! Ногромное спасибо. Хорошо, что у нас в МГД есть меняемые нормальные депутаты. А вот Герасимов тут позавчера, когда я его спросил в управе, а почему, когда вы во время вашего председательства в Комитете по культуре МГД за 7 лет было разрушено 159 исторических зданий в городе Москве. Он что-то заблеял, стушевался и быстренько так убежал. Ну ладно, бог с ним. Следующее выступление прошу свое слово сказать нашего доброго соседа Фролову Ольгу муниципального депутата Филида Выдкова. Филида Выдкова вместе с Кунсово также борется с точечной застройкой и со всеми этими негодями. Прошу вас. Спасибо. На днях был принят закон о наказании за проявление неуважения к власти. Однако в этом законе не сказано о том, что у нас народ это власть, а не чиновники. Поэтому я с большим удовольствием приветствую вас защитников своей земли жители Кунсова, жители Раменок, жители Доргомилова, жители Вели Давыдкова, жители Останкина, Зюзина и Некрасовки. Практически во всех районах города у нас пылают очаги войны. И вы это лидеры в защите своей земли. Для кого строятся все эти человейники? Явно не для москвичей. Приедут люди, которым будет все равно, чем живет, чем дышит и чем главное сейчас болеет наш город. А болеет он тем, что в нем прокладываются хорды, делаются дублеры, строятся вот эти высотные дома, которые убивают наш город. Уничтожаются парки, уничтожаются зеленые зоны нашего города. Уже на Воробьевых горах вы прислушаетесь, Воробьевы горы, уже не чирикуют наши воробьи, их уничтожили. Что же мы оставим нашим потомкам? Выхолощенные названия наших улиц и районов. Вот послушайте, что означает Кунцево. Кунцево милое, любезное, Кунца синица, Дорогомилово, дорогое, милое селение, Крылатское, наполнено щебетом птиц и легким ветром, Раменки, густой лес. У нас стараются стереть историческую память. Что такое? Нас хотят превратить в Иванов, не знающих родства. Такие люди никогда не пойдут защищать ни свою страну, ни свою родину. Может быть, чиновники именно этого и добиваются. Хочу переначать немного слова песни Бориса Гребенщикова. Этот город в огне, и нам нечего больше ждать. Этот город в огне, и нам нечего больше терять. Эта земля была нашей, пока мы не погрязли в беде. И она умрет, если будет их. Пора вернуть эту землю себе. Поэтому я приветствую еще раз и благодарю за вашу борьбу. Жители Кунцева, руки прочь от Кунцева, руки прочь от всех горящих точек Москвы, руки прочь от Москвы. Хватит делить нашу Москву как торт Москва. Спасибо. Огромное Ольга. Слово предоставляется. Сегодня у нас много разных гостей с разными политическими позициями. Но у нас общая проблема. Наша власть реально сверхнулась. Они просто тащат нашу страну катастрофу. Это объединяет правых, левых, либералов, условно-патриотов. Сейчас я прошу сказать свое слово Владимиру Ивановичу Филину, координатору Национально-патриотического союза России. Прошу вас. Друзья, ну я к сожалению может быть не житель Москвы, но я житель близкого Подмосковья. Знаете, вот интересная ситуация у нас с вами происходит в Москве. Я ведь в принципе здесь достаточно долго и работал и общался с людьми. Я хочу сказать следующее, что Москва стала вообще как муравейник. Вот раньше можно было пройти по скверу. Вот у вас здесь сквер был, если я правильно понимаю. Теперь вместо этого будут здесь дома. Здесь практически в Москве, в Московской области будет порядка 20 миллионов жителей. 20 миллионов жителей это уже целая страна и будет это все практически забито машинами, воздух будет непонятно какой. Вот здесь говорили о воде. Но давайте так посмотрим. Вот кто строит здесь дома? Это Пик. Кто такой Пик? Откуда он взялся? Пик это была раньше компания Росбилда. Это по сути дела компания, которая захватывала крупные предприятия, захватывала универсамы, то есть она захватывала собственность. И вот то, что продолжает Пик, он продолжает именно захватывать собственность, именно землю. На землю у нас захватывает власть. Вот власть показывает, как надо действовать в регионах. она практически защищает эту организацию и подобные им организации. У нас раздается территория, раздается территория по всей стране. Мы сейчас уже поставили вопрос о том, чтобы привлечь тех чиновников и тех руководителей государства, которые раздали территории. Раздается на Дальнем Востоке территория, раздается на так сказать Сибири, раздается под Торы, раздается территория, которая сегодня крайне важна для нашей страны. Торы это вообще страшная вещь, это раковая опухоль на нашем теле с вами. То есть по сути получается, что мы с вами отдаем свою страну через нашу власть. Власть сегодня виновата во всем. И не префект. Префект будет делать то, что ему скажет мэр. Амэр будет делать то, что скажут в администрации президента. И все это идет сверху вниз. Кем был Гордеев? Это имеется ввиду на руководитель ПИКа. Он был сенатором. Сенатор у нас сидит в соответствующем так сказать руководстве палаты верхней и так сказать представляет организацию, которая сегодня отнимает у вас землю. Вот такой уровень у нас с вами власти. Вот здесь правильно сказали. Вот смотрите, если мы собираемся в таком количестве, то власть обычно говорит, ну а что там пришло 100 человек, 200 человек. Это ничего не значит. Для нее это не важно. Но если пришло 200 тысяч человек, это совсем другое дело. Вот она и рассчитывает только на одно, чтобы разделить нас с вами, чтобы не объединить, а стараться как бы рассудить и показать, что мы разные с вами, что она может в этой мутной воде дальше ловить рыбку. Поэтому наша задача консолидировать наши силы. Выйти, если у вас отнимают здесь непосредственно землю, то рядом должны все прийти и сказать не отдадим, потому что сегодня у вас отнимают, а завтра у вас соседи будут отнимать. И если мы будем постоянно смотреть, что у вас будет, ну, как говорят, ну, неизвестно, это у них пусть, это не со мной, это у них. И в конечном итоге это перейдет на вас. Так вот, я хочу сказать, что в данной ситуации мы обязаны просто понять, что консолидация наших сил это основное. И здесь правильно сказали насчет того, что мы должны идти на голосование. Именно на голосовании мы решим все эти вопросы. Я имею ввиду, вот-вот будут выборы в городскую думу. Люди говорят, а что ходить? Ну, все равно там все решено. Ничего подобного. Там еще не все решено. если миллион человек, то нельзя сфальсифицировать такое количество голосов. Нереально. Я обращаюсь к учителям, к работникам социальной сферы. Когда вы занимаетесь тем, что вам, так сказать, спускает власть, фальсификации выборов, вы подумаете о своих детях, в первую очередь, о своих семьях. К чему вы это все ведете? Фальсификации выборов ведет к одному. Он признает на самом деле правила, которые вспоминает о них только тогда, когда ему выгодно. Вот это у нас сейчас происходит. Вот здесь предыдущий оратор говорил про то, что нужно идти на выборы и менять власть. Я вам хочу напомнить, что полтора года назад мы уже это сделали. Мы пришли на выборы, мы, жители Кунцева, и поменяли власть. Мы избрали в наш местный совет депутатов шесть из десяти. Шесть депутатов могут принимать любое решение, ну вот если по закону, да, а что в реальности мы видим? Мы видим, что эти полтора года совет депутатов фактически саботирует работу не избранной никем. Старый глава муниципального собрания, Кудряшов, если кто его знает, он здесь, если что, 12 лет сидит. 12 лет он заседает и от нашего имени с вами жителей, граждан говорит исполнительной власти, что мы хотим. И сейчас мы думали, что, наверное, всего лишь нужно его победить. Наверное, всего лишь нужно с такими же нормальными, разумными гражданами прийти на выборы и поставить правильную галочку. Но нет, эта власть, она не играет по правилам, ей не нужны законы. Если не избрали Кудряшова, если не избрали Единую Россию Совет Депутатов в полном составе, директоров, которые выполняют исключительно распоряжение сверху, то значит надо просто этот Совет Депутатов не дать ему работать. Что сейчас и происходит? Нам просто не дает работать. Мы не можем ставить свои вопросы в повестку. Мы вот по текущему собранию не можем поставить данный вопрос в повестку, потому что Василий Алексеевич Кудряшов, который не избран, который как бы глава, который получает зарплату за это, просто решит, что... А я не хочу ставить это в повестку. И то же самое произойдет, поверьте, если в мозг гордому, если произойдет чудо, вот чудо произошло, да, и нам в следующих выборах большинство будет независимое. Нам потом скажут, что нет, это не важно, это не в их полномочиях, это нельзя туда-сюда. Это называется шура-мура, верчу-кручу. Вот, к сожалению, наша власть сейчас, она забыла, что такое законы, она забыла, что такое совесть, она шура-мура, кручу-верчу. И с этим, я не знаю, вот мы сможем с ним побороться, только выходя на улицу и требуя защиты наших прав. По поводу, здесь было Менькиненской поймы, да, вот нам говорят, ну ничего страшного, что там, Рублевская водопроводная станция, мы построили 800 метров от забора, что может произойти? Я вам хочу сказать, что неделю назад произошла достаточно крупная авария, ну, в районе Рублевской станции, когда из-за, сейчас там прокладывают одновременно и канализацию, и водопровод, у нас в Рублево. И вот у них там что-то не так произошло, никто даже не предполагал, и они как врезались в трубу, по-видимому, большое количество воды пошло. Вот слава Богу, что они успели закончить кондиционные корректоры в районе жилых домов. Размыло всего лишь берег, да, который сейчас ничего нету. Там смыло здоровенные бетонные сооружения. что произошло бы, если бы подмыло бетонные основания здания, я вот не представляю себе. И нам бы опять говорили, что никто не виноват, что все заключение все есть. Нет, это плохо. Соответственно, спасибо. Сейчас, секунду, я отвечу. мне здесь не нужна информация, чтобы от вопроса отвечать. Потом. Вот. Ну, Харясь, я подойду к вам. В общем, спасибо всем, что вы здесь сегодня пришли. Вот. И только вместе мы сможем все этим сделать. Надо защищать свои права, к сожалению, никто, кроме нас, этого делать не будет. Спасибо. Спасибо, Алексей. Слово предоставляется Ивану Рожкову. Все его знают. Спасибо. Уважаемые соседи, я хочу сказать очень короткую речь. Вы помните, что полгода назад мы начали здесь наше восстание против строительной мафии, которая завладела нашим городом. Вы помните, как это было, как нас бросали в автозаки, штрафовали, пытаясь запугать. Но им это не удалось. На сегодняшний день наше восстание распространилось уже на всю Москву. И сейчас мы реально останавливаем незаконные стройки по всему городу. Только за последние полгода нам удалось остановить стройки на Ивано-Франко, на Мичуринском проспекте в Равенках, на улице Цандера, в Останкино только что были события. Все остановки строек происходят по той методике, которую мы выработали здесь, на улице Академика Павлова. И поверьте, что в будущем это восстание будет распространяться все больше и больше и захватит все районы Москвы. В ближайшее время вы услышите о новых стройках, которые остановлены. К сожалению, здесь, на Павлово, это была первая проба, нам не удалось остановить эту стройку пика, потому что мы не создали достаточного общественного резонанса. Метод состоит именно в этом. Никакие бумажки, никакие петиции, жалобы, судебные иски в современных условиях не работают. Победить незаконную стройку можно только одним способом. Массово выходить на улицы, задерживать строительную технику, приглашать журналистов и создавать общественный резонанс. И если здесь удастся сделать такой же резонанс, как мы сделали на Ивано-Франко или в Останкино, эта стройка тоже будет остановлена. Люди, к сожалению, очень боятся, они говорят, не надо выходить за пределы правового поля. Но в наших современных условиях, в нашей стране никакого правового поля не существует. Поэтому не надо бояться выходить за флажки. Помните, у Высоцкого есть песня. Мы, волчата, сосали волчицу и боялись, и всосали нельзя за флажки. Так вот, надо выйти за флажки, перестать бояться, и тогда мы остановим эту строительную мафию и прогоним ее из нашего города. Спасибо. Огромное спасибо, Иван. Иван наш настоящий боец. Как известно, ситуация с вот этой безобразной застройкой захватила всю Москву, и свежая горячая точка это Останкино. Я думаю, про Останкино, которое мы также поддерживаем, мы также дежурили там вместе, все не давали проехать строительные техники, расскажет человек, который, можно сказать, своим телом закрыл движение этой строительной техники, которого грубо выволокли из машины, влепили ему штраф. Это Сергей Цукасов, прошу. Привет, Кунзова. После Ивана Рожкова добавить что-либо очень сложно по теме, по которому я хотел говорить, собственно, что мы сопротивляемся, что мы солидарны. И это слово, оно очень важное для нас. Каждая точка Москвы, в каждом месте, где люди выйдут вот так и захотят защитить свои права гарантированными Конституцией, в каждой точке мы с вами. И мы поддерживаем вас в ваших районах, соответственно, мы должны объединиться и поддерживать друг друга везде. Это первый момент. Второе. Бояться действительно ничего не надо. Абсолютно это не страшно. Это наша земля, это наш город, это наши права. Сегодня в нашем главе муниципальном округе Михаилу Кезину звонили из префектуры и пригласили завтра на встречу о том, о чем мы говорим. Только мы звали префект к себе и вам удалось его здесь сюда заполучить на какие-то переговоры. А к нам он боится приезжать, боится наших людей, которые физически не дают проезжать строительной технике. Сынает своих помощников, заместителей, которые руководят бандитами из ЧОПа, которые командуют им выстраивайтесь по четыре. И здесь исключительно с помощью наших корреспондентов, которые все это снимают, транслируют в прямом эфире, и исключительно с помощью наших жителей и тех, кто приехал в нас подряд из других районов, нам удалось остановить. В общем, завтра у нас будут переговоры. Завтра по Центра 7, я думаю, мы четко заявим позицию жителей, что никакого строительства на этом участке, на этой зеленой территории быть не должно. Ну и последнее, как же нам быть дальше? Что нам все время сопротивляться, дежурить и так далее, бесконечно проводить эти собрания, миссии, конечно, так быть не должно. Они борзеют исключительно в периодах между выборами. Ближайшие выборы этого Мосгордумы. После нее будет два тяжелых года, когда мы будем отбиваться, отбиваться и отбиваться, если мы на выборах в Мосгордуму не сделаем все, чтобы провести команду независимых депутатов. Она действительно может больше сделать. Это не мы с вами депутаты. Они депутаты Мосгордумы контролируют бюджет. Депутаты Госгордумы по-хорошему должны принимать отчет Собянина. Не так, как в последний раз было, когда они в 40 минут его слушали, даже вопросы не имели права задать. Если будет команда независимых депутатов в Мосгордуме, никаких правых и левых, никаких зеленых и красных, только за москвичей и все вместе, и они смогут эти депутаты остановить аборзивших строителей. Поэтому очень важно 8 сентября на выбор в Мосгордуме объединяйтесь, договаривайтесь, чтобы не было растаскиваний голосов, когда само движение с яблоком КПРФ получают по 15% а выигрывают с 30% кандидатов в партии власти. Дорогие друзья, каждый в своем округе, в своем районе давайте идти на компромисс. В этом иначе два года мы будем сражаться. Будем, мы никуда не уйдем, мы будем отставить. Но есть более легкий путь, более легкий и более лунный путь. Давайте за нашу победу. Спасибо большое, Сергей. Слово предоставляется нашим соседям из Очакова-Матвеевского, Лилии Варенко. Прошу вас. Здравствуйте. Я представляю район Очакова-Матвеевская. Наш тихий, уютный район уже очень давно уродуется чиновниками и их друзьями, строителями ради извлечения сверхприбыли. Начиная с 2000-х годов еще Юрий Лужков начал сносить кирпичные дома с уникальной архитектурой в нашем районе. И многие старажи жилы помнят, как плакали люди, когда сносили уникальный дом с башенкой, на месте которого выросли огромные, безликие, совершенно панельные дома без души и просто давящие морально людей и среду вокруг себя. После позорного изгнания Лужкова район вздохнул. Вздохнул ненадолго, потому что та же самая строительная мафия нашла таким образом присосаться к московскому бюджету при новой мэрии. Два года назад была объявлена программа реновации. Очень немного домов в нашем районе смогли отбиться от этой программы. Но спокойно вздохнуть им так же не получилось, потому что сейчас в нашем районе объявили за стройку. первую стройку по программе реновации. И первой площадкой был выбран двор за знаменитыми очаковскими банями. Это двор, который годами люди использовали как место для прогулок, в котором стоят знаменитые очаковские голубятни, которые, начиная с 70-х годов, за которыми ухаживали их хозяйства. Этот маленький двор планируется застроить, несмотря на то, что вокруг ни один из домов сноситься не будет. Людям предлагают в течение двух лет жить на стройке, жить под грохот забиваемых свай, под мат строителей, под шум техникой, с перебоем света, тепла и воды, чтобы в результате лишиться светлого двора и солнца в окнах. Что еще более чудовищно, что наш район зажат между промзонами и широкими трассами. В нем практически не осталось зеленых территорий. В нем появляется все больше высоток, дворы, в которых представляют у себя смесь асфальтной резины. Строителям все равно, как будут расти дети в этих дворах. Будут ли они здоровы или с раннего возраста начнут болеть ужасными легочными заболеваниями, количество которых по всей стране, согласно словам нашего президента, постоянно, неуклонно растет. Эти люди, этим людям все равно о наших детей, потому что это не их дети. Их дети живут за границей. Эти люди не собираются жить в этом городе. У них у всех есть недвижимость в Европе. Поэтому единственное, что мы можем сделать сейчас, это объединиться для того, чтобы выгнать этих мразей из нашего города. Спасибо. Огромное спасибо нашим соседям. Слово предоставляется представителю Крылатского Галины Васильевы. Прошу вас. Здравствуйте. Соседи далекие и близкие. Принимайте нас в свою компанию. У нас не инновация. У нас всего 12 соток между нашими красивыми Крылатскими домами. История длится 15 лет. Уже в наследство она досталась и новому префекту, и новому мэру. Но никак не отступят застройщик. И внизу у нас метро. И инсталляции не будет. Все аргументы, какие мы только приводим в течение 15 лет, они падают пропасть. Вот я просто как довольно взрослый человек думаю, в любом околотке с Древней Руси был хозяин, который отвечал за свою землю. Нет у нас такого хозяина ни на каком уровне. Бросили нас все. Ни на какой митинг я у вас не первый раз на Франко бывала. Никто и не собирается к нам приходить и хотя бы объяснять. На нас могут только сказать команду ФАС тем, кто нас скрутит и куда нибудь увезет. У нас ситуация очень простая. Вот такая стопка документов. разрешений, экспертиз и мы не верим ни одной этой бумажке. Что бы мы ни взяли на проверку это вранье. Нам обещали в лицо. Мы знаем, что с нами все разговаривают. От самого мелкого чиновника до самого высокого, до кого мы можем достучаться. И нам говорят, будем разбираться. В 14 году нам сказали, да не будет там ничего строить, где там строится. Когда мы ходим на какие-то переговоры, то этим красивым чиновникам большим, я всегда у них спрашиваю, у вас есть дача? вот у нас 12 соток и хотят построить 30-метровое здание. У вас, наверное, участки-то побольше. Вы позволите по соседству со своим участком строить 30-метровое здание? все у нас вот это здание, которое пытаются построить, они строят впритык с домом автокомбината номер один, который строил Крылатское. И вот этим строителям дали два подъезда в доме. они все это помнят, какое было Крылатское, что там в земле, какие пласты, какие плавуны. И сейчас это мы на первое место ставим из аргументов. Это опасность. Они нам в лицо смеются. Ну треснет дом, ну поплывет, а мы то свое все равно поставим. Мы не будем с этим мерить. Деньги то получат. И когда мы задаем вопрос, кто решает? Те, кто был на встрече с нашим префектом, ну последним, где не было префекта, наверное услышали подготовленные ответы от всех чиновников, которые по бумажке зачитывают. МОС архитектура разрешила, градостроительная комиссия утвердила. Здесь спрашиваем кто? Жители против депутата муниципальной и Крылатского выражающие мнения всего Крылатского против. Александрову добили. Написал письмо с протестом. Никто ему не ответил. Так что у нас? Застройщик на 12 сотками распоряжается? Не будем мы с этим мириться. Буду обращаться к вам за помощью, за опытом. Поддержите нас. Спасибо. Огромное спасибо. Ситуация в Крылатском вообще на голову не налезает. Эти идиоты решили построить вот этот дом собственно говоря над метро. У них в башке не чухнуло, что метро просто может рухнуть на голову собственно говоря к тем, кто там находится. Что лишний раз говорит нам о том, что эта власть окончательно сбесилась, ей плевать на нашу безопасность, на то, как мы будем жить в Москве. Слово предоставляется активистке седьмого квартала жительницы Кунцева Сашиной Ирине прошу. Здравствуйте дорогие наши друзья. Спасибо за то, что вы пришли. Я думаю, что многие из тех, кто сегодня здесь, были еще в октябре и в нелепре месяце на наших митингах с той стороны сквера, когда здесь не было еще техники. Мы сейчас живем спустя это время, все это время в хромешном аду. Этот ад продолжается с утра до ночи. Ночные стройки и ничто не останавливает их. И прожектора, которые светят в окна квартир наших людей, которые не могут не спать ничего. Ад это когда в твою жизнь и в твой дом, и в твою маленькую родину врывается оккупант, который забрал у тебя все, надежду, веру, в законы, во все. И ты остался один на один. И ты не знаешь, что тебе делать. И ты обращаешься, бегаешь по этим правоохранительным органам, которые ничего не дают. Они спрашены отписки. Наши активисты избили. Взрослый пожилой человек. Даже уголовного дела не открыли. Что это такие за законы? Кто за это будет отвечать? Люди перестали верить вообще всему либо. Когда нам говорят о том, что Москва для москвичей, и мы обеспечим комфортную жизнь. Я не знаю, что такое комфортная жизнь. Обеспечьте нам достойную жизнь. Уже тут говорили, что куда мы только не обращались. Гробовая тишина. В прямом смысле этого слова. Потому что за 10 дней мы еще проводили троих человек. Людям не дали дожить свои года. Людям, которые строили этот город, этот седьмой квартал, который своей зеленью давал кислород всей Москве розы и ветров. Посмотрите, что они сделали. разбомбили, украв сначала у нас все. И когда в эту Москву вкладывают миллиарды денег для того, чтобы поменять плитку, поставить искусственные деревья для пупуасов, и когда Москва занимает в рейтинге комфортных и удобных для проживания людей 167-е место, а 231-е последнее достается Багдаду. У меня нет комментариев на этот счет. И последнее. Листа фейсбук я наткнулась на жителей Очакова, которые предложили отличную совершенно идею провести бессмертный полк, но назвали они его бессмертный двор, и собрать всех москвичей с разбомбленными дворами, с разрушенными судьбами, со спиленными деревьями, с вырубленными душами людей. И что вы с нами не делали, все равно Кунцево будет жить, и на наше место придут другие молодые, они продолжат это дело, потому что Москва для нас, и теми 15 миллионами, которыми хотят пополнить эту Москву, смотрите, здесь было 4 5-этажных дома, их снесли, поставили 12, на всю транспортную инфраструктуру, и на все водозаборы, каналы, водопроводы, все легло на наши коммуникации, как собираются здесь люди эти жить, когда здесь кругом пробки а в метро войти невозможно люди собираемся на бессмертный двор обязательно дворами из каждой десятки из сотни вас мы соберем этот полк бессмертный и пройдем маршем по улице Москвы спасибо огромное спасибо да это бессовестные власти плевать на наши дворы на то как мы будем жить вообще как мы живем здесь как селедки в бочке что у метро молодежное в 9 утра невозможно зайти в вагон им наплевать на это им главное громоздить и громоздить вот эти безобразные здания это архитектура времен сухого закона относится везде во всем мире это кварталы для негров а не для белых людей я не расист но йо коломене негры не стали бы жить в этих кварталах вы посмотрите здесь кривые стены здесь украденная земля эти бессовестные гады тулят красивые постеры как дети будут играть на выжженных солнцем площадках без единого листочка ну что сказать негодяи они и есть негодяи такая же ситуация сложилась в Раменках я думаю про противостояние в Раменках лучше всего расскажет Селезнев Андрей прошу его выступить здравствуйте не являюсь диктором Кунцева но у нас такие же проблемы но я больше не про Раменки расскажу а больше хочу предложить обсудить тему а что делать соглашусь с предыдущими ораторами которые говорили что впереди надвигаются выборы Мосгордумы так вот хочу предложить всем москвичам нужно каждому задуматься и принять участие в выборах как принять участие каждый район должен создать свою социальную группу в соцсетях назвать ее народный представитель от района Раменки от района Выкина и так далее и уже сейчас формировать тех кандидатов с ними вести переговоры им поручать предлагать с ними обсуждать которые будут удовлетворять потребностям граждан а что мы должны именно сделать ничего не изменится пока мы снизу мы простые граждане не настоим не сможем настоять над тем чтобы депутаты разработали те законы в соответствии с которыми мы граждане сможем инициировать процедуру увольнения например какого-то чиновника и руководителя департамента сказали например градостаительная комиссия земельная комиссия которая всем известна необходимо потребность законодательной структуры в которую будут ходить представители от каждого округа города Москвы и решение градостаительной комиссии должно быть обязательным исполнением для правительства города Москвы для этого нужно разработать законопроект для этого есть депутат Вот нужно об этом и сегодня требовать и смотреть, а какой единая Россия, не единая, КПРФ не имеет значения. Если он представляет народ, он наперед сказать, да, я готов инициировать, я готов разработку этого проекта, я готов выступать за то, чтобы из бюджета были выделены денежные средства для привлечения юристов и разработки такого законопроекта. Вторая инициатива, референдумы, общественные слушания. Нужно потребовать от депутатов Мосгордумы, которые сберутся осенью, чтобы они разработали нормативы правовой базы, где общественные слушания, которые будут проводить жители района, будут иметь законодательный статус. И жители района смогут на общественных слушаниях решить о формулировке проведения референдума и провести у себя в районе народный местный референдум, где будет принято решение обязательным к исполнению правительством города Москвы. Вот таким механизмом мы можем что-то изменить. А так мы будем собираться 20-30 лет, внуки наши будут собираться. Поэтому только снизу мы должны сами инициировать, поднять одно место с дивана, хотя бы даже в социальных сетях это обсудить. Третья инициатива. Надо разработать гражданам. Элементарный формат должностной инструкции от народа для чиновника и руководителя какого-то департамента. Это формат должностной инструкции. Нужно согласовать между гражданами и законодательно утвердить, где будут прописаны четко не те нормативы, которые сегодня существуют и которые власть прописала, а которые народ решит, где будет прописана четкая ответственность административная, уголовная, руководителя департаментов и администрации города Москвы. Эту должностную инструкцию нужно будет утвердить законодательно. И в соответствии с этой инструкцией, если будет какой-то один из руководителей, будет нарушение у одного из руководителей, то граждане Москвы законодательно смогут инициировать процедуру его увольнения. Без всяких префектов, украфт и так далее. Есть народ, есть статья вторая Конституция Российской Федерации, где говорит, граждане непосредственно могут исполнять свою власть непосредственно, непосредственно напрямую, путем референдума. Поэтому нужно стремиться к этому, чтобы наши любимые, дорогие депутаты, которые мы изберем осенью, приняли те законы. Я просто несколько законов, инициатив выразил, их десятки. Можно будет обсудить, кого интересует, пожалуйста, вместе выработать. Чтобы наши любимые депутаты, которые мы изберем, приняли те законы, в соответствии с которыми граждане москвичи не будут на митингах собираться, а человек от кого-то просит. Они кого просить вообще не будут. Собрались, провели референдум в районе, решили, выпустили документ. Это будет документ, является поручением правительства Москвы к обязательному, к исполнению. Вот только в таком формате мы сможем чего-то добиться. Поэтому, дорогие друзья, предложение какого характера? В социальных сетях образовывайте по каждому району своей группы и обсуждайте тех народных представителей, которые вас симпатизируют, которые вас удовлетворяют. Проводите с ними заранее встречи. И за этих представителей нужно будет и голосовать осенью. Поэтому пожелаю всем удачи и всем вам оптимизма и уверенности, сил, здоровья. Удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Один момент. Дорогие друзья, завтра будет митинг на Суворовской площади в 3 часа дня за социальную справедливость, где национально-патриотические силы разного характера, разных взглядов проводят митинг в честь справедливости нашего государства. Поэтому придите, пожалуйста, поддержите, передайте друзьям. Мы должны объединяться и выражать свое мнение. Спасибо большое. Огромное спасибо. Владимир Владимирович, общественная организация «Справедливость». Нашу борьбу поддерживают разные политические и общественные организации. Прошу вас. Здравствуйте, друзья. Я хочу сказать вам, что некоторые выступающие здесь называли власть, власть, не власть. Это чиновники от власти. Чиновники, которых мы, к сожалению, допустили к этой власти. Эти чиновники специально исполняли принцип «разделяя власти» и властвуй, они берут и строят и насаждают нам точки социальных конфликтов. Вот эта застройка, которая нарушает покой жителей, которые здесь издревле жили, она специально создана для того, чтобы новые жители и старые жители конфликтовали, чтобы мы не могли объединиться, чтобы мы были разрознены. Товарищи, нам нужно объединяться и бороться с чиновниками от этой власти. Спасибо большое. Огромное спасибо. Тема объединения, она очень правильная. Поэтому я еще раз подчеркну, нам нужно выходить в центр Москвы. И по поводу объединения, я думаю, сейчас хорошо скажут общественные деятели из Крыландского Наталья Черняковская. Наташа, прошу вас. Здравствуйте, уважаемые соседи из Кунцево. Здравствуйте, москвичи и просто неравнодушные граждане, которые приехали сюда поддержать страдающих от этого беспредела жителей.